Первая скамейка заходит с ребятишками 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 Следующее исповедование будет 24 суббота 25 суббота Через воскресенье 18 я буду потерять, а там дальше я уже убью Еду сейчас больных посещать Чернявский Ко мне какие вопросы? Слушаю вас Я хотела поздравить Я хотела поздравить Татьяну Кузьминичну Она запекает Помоги Господи Татьяна то в январе будет Мы в январе будем Ну что же Благодарим Татьяна Слово Старшая сестра Я хочу сказать Нелли Алексеевна заболела Она позвонила Мы молимся все время за нее Но тут у нее что-то с ногой сильно плохо Нелли Алексеевна Чукина Что-то Маргарита идет Продолжает она болеть Перепитва Вот уже давно Очень больная Мария Яковлевна Мария Яковлевна У нас в горбольнице до сих пор лежит Но Нет Ее все выписывать Выписывать Потом врач вызвала И говорит Операцию вам Ну она как бы я старая уже Операция Распишитесь вот что Отказываетесь Ну она расписалась Ну а потом ей так Посоветовали там Говорит Это почему не спросила Какая операция Это Ну все Вот поговорили Что ты спроси Какая операция Потому что Ивану Семеновичу Тогда вот поставили От аритмии Ну Софициально Вот это Такое устройство И он еще сколько пожил Вот Она Ну я под нож уже не хочу Я говорю А ты Тебя сейчас Выпишут Ты приедешь домой Скорую вызовешь Тебе плохо снова Потому что в больнице Два приступа было А скорая приедет Скажет Как только что полежала В больнице Ну укол какой-то поставить У тебя уже не возьмут Никуда Ну и все И вот она пошла Когда стала добиваться Врач Прямо так Недовольна была Все и все А тут Ну договорились Что ее переводят В кардиоцентр И там ей обследование Ну я говорю Отказаться ты всегда сможешь Отказаться в больнице Она уже у нас лежала И ей ее назначили Она согласилась Ей про перевод Сейчас это не режут Ничего Ей там как-то что-то сделали Выписалась Так что ну вот молиться надо И с Александром Михайловну Она уже больше месяца Вот хыкает болеет И все не проходит Это Александр Нахалов И Своя Шубина повезла Внучку туда Ага И за Шубину Путешествующая Да Путешествующая Ну вот надо было сказать Что это Я Олю не записала Оля когда уезжает Сегодня Пока Оля Сегодня Ну а почему ты не сказала Это Я думаю ты остаешь Путешествующая За Олю еще путешествующая Ну помолюсь Спасибо Ну как Крося Ну так что она здесь Крося здесь У нас уже В России Нет Где-то они там Там В Диафля Ну вот Просторочки Тихо Просторочки-то будут Ой сейчас есть Батюшка просят Смотри батюшка Так понятно Ну болезнь не преследует Человека во всю его жизнь Да вы знаете чего-то умирать С рождения И до Так сказать Нет надо же о чем-то встать Какое бы ни было здоровье Все равно его до смерти хватит Поэтому не переживайте Нет До смерти хватит Любому То есть Хотелось бы просто знаете Меня вот тут Коснулась одна мысль такая Ну Есть такая По радио Мужская передача Политет Можно еще Да пожалуйста Да пожалуйста Меня попросили Это Вам сказать что Если кому-то гусей нужно К Рождеству Из Потеряевки Пожалуйста Позвоните мне Позвоните мне Кому гуся Кому порося Кому карася То есть Я коротко скажу и быстро А потом скажу к чему Значит Есть такая передача Политет Ну она там Разные Образы Поведения Человека В разном обществе И там значит Говорилось о театре Зрелище Мы туда не ходим Допустим он не важно Театр или что Это не важно Вообще Присутствие людей Ну когда много людей Вот у нас например Община Собрание Много людей И значит И там Говорилось о том Как человек Должен себя вести В театре Там определенный Есть дресс код Там одежда И плюс Политет Это поведение Человека Многообразное Будем так говорить Так вот Там говорилось Об опоздавших Или не успевших Почему дается Три звонка в театре Понятно да? Все знают Ну все вроде понимают Но Я уверен что никто не знает Почему это Да Три звонка дается Вот То есть Ну у нас звонков нету Но Самая главная идея Там значит Как заходить к человеку надо Да? Вот он идет между рядами Да? Как мы должны идти? То есть Должны идти лицом к человеку К сидящему Проходим Понятно Это мы все знаем Начинается второе действие театра Второе действие Вот профессор Привоженский Он ходил Я пойду ко второму акту Там ля 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 Как он должен проходить между сиденьями Знают люди? Никто не знает Должен идти спиной к сидящим Лицом к театру Из уважения к артистам Что они для него выступали Согласны Да Это их политез Пускай они как хотят Так живут Но Он опоздавших Опоздавший Если он опоздал К первому акту Он вообще не заходит Он ждет второго звонка И она говорит Почему Ведет женщина Ну она там психолог или кто Она говорит Что люди потрудились Встали раньше Кто-то шел пешком Кто-то ехал на лошади Кто-то на машине Пришли пораньше Чтобы занять место А ты Мог проспать Опоздать Курил за углом Или что-то другое Опоздал И идешь между рядами Всех раскалкивая На свое место Согласна Да Что это несправедливо То есть И она спрашивает А кто говорит Ты такой Что ты так себя ведешь Это На границе Ну С нехорошим поведением Все мы понимаем Поэтому у нас тоже в церкви заведено Что Опоздал Все стоишь здесь Не важно кто ты И где ты поешь В Харуле Там Ну в смысле На Аклиросе Или что Кто ты такой Ну понятно Если человек не может стоять И нет другого места сесть Еще как-то можно сойти К немощи человека Но если человек нормальный И у него есть деньги На автобус Почему ты опоздал Ну заведи будильник Поранче Не успеваешь Я вот Был такой грех Вчера опаздывал на работу В мороз И я перепутал время Нас сдвинули на час Все Я заплатил 300 рублей Поехал на такси Чтобы не опоздать на работу Не то что я хороший А мнение о себе Потерять легко А восстановить очень сложно Все это знают Это называется Авторитет человека Вчера вечером Вчера вечером Вчера вечером не было Тамары Я спрашиваю сегодня Почему Всегда Она приходит на службу Всегда Раньше всех Никто раньше ее никогда не приходил Вчера ее не было Почему Вышла говорит Есть причина Нету нету 300 рублей дать она не может Ну и другой разговор Другой разговор Поэтому Бывает что я еду Поезд можно задержать Или что Я опоздал Я буду стоять в коридоре Ты говоришь Не взирайте на лица Да конечно Ну все Тогда так и будем делать Я опоздал и буду стоять в коридоре Но опоздала сегодня Которая Допустим Ведущая у нас на хоре Опоздала Что-то задержать Машину не могла завести Или что-то Вы на это Имейте немножко Проспала или что-то Это же Ну нет А я оглянулся Мне петь некому Я что буду дальше Ну есть понятие Сворачивать всю службу И вести что ли Ну Николай Вы немножко Нет А ты как это Исселять только в субботу Приходите исселять только в субботу Сегодня И все Конечно Доволаты Говорят Отвязывают Ведут поедет в субботу И всегда Ну имейте немножко К этому Ну а вцу когда расставались Нельзя Нельзя так расставались То же самое Ну есть обстоятельства Не зависящие от человека А есть зависящие Ну как вера в Бога Вчера вот у меня было все Договорился Да Едем на машине Печка не работает Ну еще И мы вчетвером Вот так все запотело Вот такая узкая бойница Вот что сделаешь Я тебе говорю Не то что это от тебя зависит Это от тебя не зависит И чуть не опоздали И главное причастие Все готовились Тут понятно Сатана действует Все Теперь я заканчиваю просто Кому то я если досадил Чем то Своим небрежением И не Или невежеством Прошу меня простить Прошу меня Прошу меня Прошу меня Прошу меня Прошу меня Братья Я хотел как исполнитель Старший наблюдатель сказать У нас то это все дело уже Как говорится Обкатано Если кто то опоздал Он Если это злостный Он заявление пишет У нас писали прям заявление А если это связано с транспортом То все подходят Или ко мне Или к Игнати Игначу Подходят И говорят, и прям мог же там так сказать Игнатий Иванович, опоздал автобус И все, и он пропустит Это у нас, ну, утром постоянно Что там говорить? Да я ничего не говорю Не, ну, вспомните, как Света опаздывала И все-таки научили ее Глухоневая, не понимала ничего А потом все научилась Обижалась, ну, ходила Ну, то есть, ну, правильный, в принципе Посыл-то правильный Игнатий Иванович Вам слово по сообществу Почему вы следующий после ведущего? Я, может, не до конца разобрался Какое тут разночтение у Николая с батюшкой было Но Николай-то прав Понимаете, сегодня мы можем придумывать разные льготы Я вам рассказывал про одного старичка Он ничем не выделялся Приходил, уходил, а когда умер А что у него было такое, чтобы Сказать о нем, и сразу вспомнилось Это он только мог делать Оказалось, он ни разу не пропустил богослужение У него дети были, дача была Ни разу Тогда людей стали спрашивать Ну, кто-нибудь помни, чтобы он пропустил Ни разу за полвека Вот этим он и остался У нас в Потеряевке есть старейшая 90 лет ей Серафимой Гавриловной Никто ни разу не видел, чтобы она садилась Она как свечка горит, стоит И вот у нас он знает Любовь Николаевна Тут ухаживала, она ездила в Рыбцовку Там их целая группа была из ЭПХ Ну, подпольные христиане были Тихоновцы назывались Какие они были ревностные К богослужению Тогда мне пришлось среди них работать И сразу пришло 32 человека Это Бог так сделал Это было великое чудо Так что было отмечено в КГБ Ко мне сразу на работу поехали Потому что настоятель Я их приводил к нему Там, которых монашеское звание было утвердили Сразу к архиерею Гедеон был до Кукина, архиепископ Это все стало известно Те люди детей не отдавали в школу Тут дети вышли Они не получали паспорта, а получили Для государства это важно, важно И они мне предложили забросить меня в тайгу Там, где, ну, поближе Абазы Где, Лыковы Ну, приехал ко мне Биденко Александр Семенович Майор был Мое дело курировал А потом стал генерал-майором В охране Ельцина, президента А я говорю, я вам не верю Вы меня дорогой где столкнете Как ненужной невестой Ну, никуда не поехал Где надо, Господь укажет мне трудиться Но факт остается фактом А они сразу стали нашим показывать пример Как они тут правила Ну, Львов Николаевна, ты эту Валентину Дмитриевну Аркетанову хорошо знаешь Которая до этого была фокина Там по 90 лет Ни одна не сядет Понимаете, у них и песнопение И все были Как называется, алармовое состояние То есть тревожное А если сегодня Господь придет А как я встану? Вот, я батюшку неплохо расслышал Николаю хорошо Вот понимаете Что правила мы завели А они опаздывают Вот Васи нету этого Черепанова Василий приходит Виктор Андреевич его поручитель был Виктора Андреевича нет и его нет И мы не можем узнать Живой он или не живой Он сколько время есть По крещению принял Ни разу не причащался Ну, кто-то бы занялся поближе с ним Я только одно гляжу Когда из-за стола вылазил Чтобы отдельно Он на кухне не сидел дополнительно Ну, маленькие, а что тут Вот у меня какие сегодня Замечания будут Это касается многих Начинает сюда заходить Добрая половина в коридоре стоит Вы видели сегодня Под разными причинами Встают, идут куда-то Батюшка что-то Ну, половины нету Я отсюда только вижу Сказал, с детьми Только один взрослый останавливается Вспомните, апостол Павел Пришел, стал рассказывать И юноша, и в тихо сидел на окне Окно открытое на второй этаж И он опрокинулся, заснул Да, видимо, хорошо упал Что люди поняли, что он мертвый Павел прекратил слово И скорее вниз Пал на него и говорит А душа его в нем Вот, все Скорой помощи не было Не вызывали Павел был Почему они не стояли в коридоре? Потому что они все были там Негде было садиться Вполне вероятно Потому и на окне он сидел Это одно Юноша Ну, Павел, говорит, продлил слово до утра Значит, оно было интересно Это не просто богослужение Там священник выходит и кодит кодилам Павел рассказывал Сколько Бог обратил кого Через его деятельность Кто сегодня будет это рассказывать? Сегодня, знаете, легко Получить награду И легко потерять ее Это интернет Я получаю каждый день Свидетельство Как через наши ресурсы Приходят новые люди Протестанты Пятидесятники Адвентисты Там не знаю даже Каких названий И мы свидетельствуем им И они постоянно Вопросы задают Он только сейчас идти У него нету Скайп Он по телефону И говорит так долго Сюга, Анапа Там откуда Вот как это Я не могу нигде разрешить Я теперь пришел К такому убеждению В храм ходить не надо А почему? Продают упаковки свечи И на них изображение Божьей Матери В церкви Там десять свящей Заплатил Вышел в упаковку Никуда В мусор Божья Матерь Стоят люди плюют Я пошел Сказал одному священнику Другому И людям Никакого внимания нету Значит Эти люди вроде Недостойные Я говорю нет Ты сказал два-три раза После второго-третьего Разумления Оставь Стань где-нибудь в сторонке И стой Молись Идти никуда не надо А то у вас Видите Вот порядок Все видят Какой у нас порядок Как подходит к чаше Как ко кресту Еще ни один Не вышел нигде В интернете Который бы не повосхищался Это надо Это в православии Такой порядок Так мы не на скамейках сидим Мы стоим И малые дети Почему? Василий Великий Прозвище какое Говорится Василий Великий С приставкой Великий За 20 столетий Только 17 святых Было Янийки Великий Вот это Называют И к нему Пришел Еретик был Их император Валент И он забыл Зачем пришел Когда увидел Порядок Василия Великого Я такого порядка У себя нигде Не видел Среди еретиков Нам есть что показать Люди сознательно приходят И когда стоят в коридоре Надо узнать Почему? За больным Ухаживать не умрет Он Ну побудь здесь Это наши Радости Которые мы сообщаем Вот у меня радость Какая? Вот книги лежат 38 книг Это 31 килограмм Запрашивают Люди Из Испании Знаете где? Корида Из Испании Ну это 31 килограмм Это получается Две коробки Государственные На почте И два пакета Они заплатили Я поставил Пакеты дошли Четыре книги А остальных-то нету Тридцать-то четыре Потерялись Теперь идти на почту Я посмотрел Там через шесть месяцев Уже Можно не спрашивать Не дадут Я говорю Давайте до Нового года Мы усилим молитву И вдруг сообщают Вот у него номер У каждой посылки сейчас И ты каждый день Можешь смотреть Где посылка Вот она Я сдал на почту Она время показывает Варнаул Стартировочный центр Дальше Их остановит Только Москва Показано Москва Стартировочный Пересыльный И наконец Границу России Пересекла Такого-то Во столько-то И дальше Следы потерялись Нету Где? В Германии Во Франции Утонуло в океане Не знаем Мы молимся Конечно Мне это печально Но я утешаю людей Говорю Вы где-то в России Дайте мне адрес Куда вы приезжаете Я вам бесплатно Еще раз пошлю Ну я-то не виноват Но мне-то это легче Восполнить У меня еще остаются Они не получили У них ничего и нет Купить больше не на что Тут понятно Что мне легче сделать И вдруг Два дня назад Кажется Появляется Там где следят Пересекло Границу Испании Посылки эти Ну они сразу Мне дают Сигнал Я им Молимся Но пока В руки они не получили Как только получат Там будет так Получили Сигнал дадут Пока нету Я в прошлый раз говорил Чтобы помогли Еще помолитесь Чтобы дошло Это не русские люди Бывшие католики Пришли в православие И они нашли Утешение здесь Мне каждый день Вот Новый Завет Который трехтомник у нас Крестного православия Симфонии То что знают Люди не знают Что здесь Когда я сказал Здесь мусульманство Это вот Коран все Теперь спрос на нее Я говорю А про евреев Они любят золото Вот золотистые у меня Три тома Теперь дают Люди же не знают Не игрушка Тридцать томов Нужно молиться А окончаются книг Больше нету Раздали Чтобы Господь Через них Нашел людей Конечно много злословия Но награда Когда человек обращается И вот они заходят К нам Вот она Сама казашка Была у свидетелей Югова Ну понятно Что все И она Столкнулась на нас И она обратилась Полное погружение только И она Священника там Нашла И который с полным Погружением Крестил Она Райхан А теперь она Рахиль Рахиль Дочь ее крестилась Руфь И два внука Крестились Один Рафаил А другой Марк Среди казаков Какие имена И на нее тут Недавно Еретик Начинает ее заливать Там с нами Знакомые Я сказал тут Сергею Положить этому конец Через нас Знакомиться Их начинает Отвлекать От истины православной А куда Еретик Царство небесное Не увидит Вот такое Я про коридор Говорю Сегодня я хотел сказать Об одном человеке Вы его знаете Витя Савченко Вот у него Радости Все время Я сегодня Закончил Читать Библию Утром Я начинаю Заново читать Представьте радость Отец Учителя Так Ну никакой Мама Он молится и молится Первый приходит Сестра Вот она Дорогая Сестра Оля Он Виктор Николаевич Она Ольга Николаевна Ей сильно Препятствует муж Там муж Богатырь Я не знаю С кем сравнить Только может быть С Дубуновым Так она Еще и выше рост Велезапно Заболевает И умирает Она совершенно Свободная Так было У Анастасии У зарешительницы Муж препятствовал А ее Духовник сидел И он ей говорит Ничего Придет праздник Бог освободит тебя Он поплыл В командировку И утонул Я не желаю Этого Это факт Потом обращается Мать Приезжает Принимает крещение Обращается Отец Принимает крещение Радость Это сколько У него самые близкие люди Практически Ну не считая Братьев Пришли к Богу Что непрерывная молитва Чтение Благовестия И Бог Сам все делает Может ты знаешь Секрет Ничего Говорит я не знаю Я знаю Они пришли И они могут сказать Я был слеп А теперь вижу Так Она перед вами сидит Вот она Вот смотрите Стоят люди на площади Они же на площадь вышли А что вы стоите праздник Никто не нанял А если бы сидели в доме Давайте притчу маленько дальше Расширим Увидели тех Которые на площади Мы проезжаем По Лос-Анджелесу Это большой город Я в Америке был И нам нужно Товары там Переносить Там рис Все это В Россию Я в этом участвую Ну а который возит меня Он Орлов Никита Пеоктистович Просто Из-за мигрантов В Китае Когда-то был там Харбинем А сейчас он Митрополитом И вот он говорит Тут есть где Нанимают Подъезжают Только туда А там Чика нас называют Эти Ну с Аргентины Там другие Приезжают Им надо что-то И вот как интересно Он только подъезжает Он по-английски Преподаватель Русский Сразу со всех сторон Бегут Вот так показывают Мускулы какие У него Я могу Любую работу делать Ну еще могу Только так вот А костюмы Стируют мускулы Он говорит Я вам плачу 5 долларов Сейчас Если будешь Хорошо работать Еще дам что-то Ну не говорит Ну не надо было Много Там человека 4-5 Ну и они работали Будь здорово В конце он Кажем по мешку Риса Риса Один взял Примерил Поставил А куда я Он говорит Нащевать Кого кормят Но главное Интересно Что они В определенном месте На площади Ждут И сами бросаются Ну это же Разве не пример Для нас Не надо сидеть Где-то покажись Выйди Сколько у нас людей Которые просят Помолиться Вот Николай знает Мы каждый день Его святое имя Перед Богом Для нас это Очень близко И кого не посмотрю Люди Все нужные Все буквально Незаменимые Ну какой Щукина лежит Там Какой от него толк А она для нас Кормилица Она каждый Хлеб готовит Збонин говорит Не могу даже Сготовить Мы так и взахались Как мы теперь Без нее Осиротели Ну сегодня уже Хлеб прислала Неонила Запиши Посмотри Ну вот и все То есть Дать огня Это необходимо Богу слава Так еще Здесь есть Пожалуйста Звонил Виктор Андреевич Спасибо всем Покор Передаем У него Все замечательно Он сказал Уехал Куда так батюшки Ну хорошо Я сама немножко Заболела И прошу молиться Я в понедельник Иду к врачу Там Очередная Химиотерапия Помолитесь Я уже трудно Сейчас переношу Последние Нет Нет Ну как Последние Там еще Четыре Еще четыре Да И вот уже как бы Понятно Уже похуже Похуже Там вот еще Хуже Прошу молиться Потому что Будем молиться Мама Поклон Передает С Красноярска И она Говорит Что там С отцом Константином Связывалась И он Сказал Просит молитв И сказал Что Община Пополняется И вот Из баптистов Так и Приходят Все еще То еще Не все пришли То есть Там сам Пресвитер Там много Сейчас Говорит У нас Шестнадцать Детей А у них Там очень Небольшое Помещение Это только Если шестнадцать Детей То сколько Там взрослых Получается Ну то есть Вот Ну Про это Как бы Не жалуются Но О дальнейшем Чтобы это Господь Усмотрел Чтобы не Чтобы не Рассыпались Чтобы у него Хватило Вот этого Хватило веры У отца Константина Огонь то У него есть Он же В старообрядчестве В общем дело Поэтому Там Не понимаю Я как Это все Можно Еще и В старообрядчестве Ну правда На русском языке Тут Я Коротко Дополню Еще Вы что-то Сказать Хотели Нет Пожалуйста Ну я Хочу сказать Что книги Которые Отдавали Вот Комплект В школу Они теперь У меня Почему Потому что Ушла На пенсию Библиотека Та которая Вот их принимала Они были за балансом И ей сказали Ты уйдешь И забирай эти книги Но она мне и отдала их Я взяла Но я раздаю читать Читают люди Читают И нравится И на ютуб Выходят И в том числе И наши прихожане Хоть батюшка Батюшка опять Вроде как Немного И Как говорит он У нас Игнатий Тихонович Люблю слушать Но Там ложка Дегтя В бочке Меда Вот Ну Книга Как сказать Вкусно Цвет Оборот Вот Да И поэтому Книги работают Вот что я хотела сказать Тут просто Допомнить Вот Что батюшка сказал И Ну Просто мысль Таких слов То есть Вы понимаете В чем дело Ведь Вот что батюшка сказал И вроде бы Есть И он тоже прав По-своему Я не говорю А То есть я Не в оправдании О конкретном человеке Что в конкретной ситуации Мало ли что у кого случилось Подвернул ногу Там Шапку украли Или что-то другое Ну Замерз Не может идти Это одно Другое дело Ведь В этом деле Важно Не отношение Общества К вам Как вас Общество Примет А как вы Отнесетесь К обществу Вот в чем дело То Если вы уважаете Общество То Человек Будет себя И вести Соответственно Тихо Мирно Спокойно То есть Вот так Как бы Ну Не напрягать А если Человек Как бы Начинает Общество Напрягать К нему Возникает Там как-то Ну Сначала Как бы Недовольство Потом Неприязнь А потом Отвержение От общества То есть Это По другому Это называется Еще наглость В народе Ну В миру Вот И У меня такая мысль была Тоже Вот Василий Да Конечно Это Как бы Печально Скорбим Я вот Сколько раз Увозил Там Подвозил до дому Пытался В машине С ним говорить Но он так Не идет на контакт Он такой Как бы Хотя бывает Отвечает резко Как бы Ну он так Язык У него знания Мы его там Вот написано Что такое любовь Вот и все Вот Если вот это в нас Вот это очень важно А как там машина сломалась Или что-то там Это уже знаете Тритично Или там Семнадцатерично Важно как ты И каким ты стал К концу своих дней Я вот тут вот Прихватил А когда подумал Думаю У меня же столько там В рюкзаке Это у меня Рюкзак рыбальный Есть там Шнурки сбоку распускаешь Он там вообще Как два мешка Так у меня может быть Больше этого В два раза Чем этот рюкзак Вот И как от этого Избавиться Вы знаете Очень сложно Бывает даже Ни на чем Спотыкается человек Ни на чем Я вот на работе Бываю Там с неверующими Говоришь Там Ну по разному Относится Ну а Все стараются На кого-то свалить Вы понимаете Что там А у меня там Ну то-то 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 Я ему говорю Ну что ж ты пьешь Что так Ты же Ну бог Тебя приберет Ты просто Как извините Как Ну Пес Под забором Где-нибудь Замерзнешь И все Ну пьянство Мало ли кто Как сгорает Или машина Нет А его прихватил Понос Два дня На белом коне Сидел У него спросили А что не был на работе А я вот У меня была там Слабость Расслабление Я сидел на коне Два дня Это Николай виноват Он на меня порчу Напустил Понимаете Ну Ну Это их дело Суждение Говоришь Это бог У тебя вот Уразумляет Через этого Белого коня Зачем ты это делаешь Вот так и это Вы понимаете Вот наше отношение К вразумлению Божию Влияет на то Что у нас остается Хорошее Или плохое Я вот для себя Усвоил Вот Вот примерно Вот так Ну что Пожалуйста Я так хотел Чтобы понять Не мне было О чем ты тут говорил То есть Не только Это относится К опозданию Я думаю Что это относится Ко всему тогда Конечно Конечно Потому что Я так понял Что ты не к лично Какому-то человеку Батюшка-то понял Что ты лично И он поэтому и сказал Нет А я тоже думаю Разбросил Думаю Я неправильно понял Но это о многом Говорит То есть Каждый должен Посмотреть на себя И мы же стоим На коленях Перед Господом И каемся И причем Там у нас есть Обращение такое Это как бы Она формула такая Но без нее Батюшка Он так ты каешься Или не каешься Тебе спрашивают Ты там перечисляешь Перечисляешь Я помню Перечисляю Перечисляю Он такой Меня за плечо Перед Господом Ты каешься или нет Я так Не понял сначала О чем А потом понял Что я перечислил все А дальше то не говорю Ну и что Что ты перечислил Ну теперь дальше Ты каешься А если ты каешься То ты должен Так формулировку Поставить свою Что не возвращаться На блевотину Обратно Это нужно Поэтому Каждый знает за собой Что он сделал И нужно Преодолеть это С помощью Божьей Ну и как брат Вначале сказал Я думаю Что он Про бесов вспомнил У нас как-то бесов Мало упоминают Он тут вспомнил И мешают Конечно Не мешают А побеждают Бесы И они не должны Побеждать Ну это как В хоккее Сейчас придумали Чтобы ничьей не было Раньше ничьих было много И поэтому Были такие матчи Покупные Они сейчас Делали овертайм Назвали его То есть дополнительное время И победитель Есть всегда И вот Не должно быть так Чтобы в любом Противодействии С законом Божьим Побеждал В нас Побеждал Сатана Нужно только Побеждать Нам Иначе Не будет Хрящен Посмотрите Как мы Обновляемся У нас Община Она практически Обновилась Потому что Одного пришедшего Один Ушедший Брат или сестра Получилось Практически Ну может быть Чуть не дотягивает А может быть Я даже ошибаюсь Чуть не один к одному Да Чуть не один к одному Получилось Хотя По идее Должно быть Одна треть Что Получается Что и нет Больше уходит Почему Не нашли сил Побороться Вспомните Вот сейчас Кто как уходил Ну почему Что Не хватило В нас Да Виноват Дыбунов Или Третьяков Игнатия Тихоновича Поминает Через раз Практически Всегда Он виноват А если задумаемся Ну так вспомни Душа Как-то здесь Восхваляло Все Любой Кто здесь был Он Вначале Глаза горят Огнем Все восхваляется Потом вдруг Раз-раз И падение Видим Как затухали Как свечка Великим Да Так что Брат поднял Очень насущный вопрос Каждый подумаем Сейчас об этом И не забываем Что кровь Иисуса Христа Очищает от всякого греха Только если мы Имеем общение Друг с другом И как сказал вчера в пропаде Иоанн Златоуст Не один съедает другого А другой другого Нет Мы все в одном теле Христовом Вот нас много А все мы в одном его теле Вот как оказывается Если кто не знал Игнатий Время Все может быть полезен Ну То есть сам реши Что сказать Здравствуйте Лапкин Василий Город Бишкек Киргизия Приехал Игнатию Тихоновичу Пожить Поучиться Молиться Молитвы Ну я заболел И Понял что Когда Смерть рядом И я не готов к ней Как люди ищут В жизни всего лучшего Лучших докторов Все У меня Это мой дядя Игнатий Тихонович Ну и Как естественно В духовном плане Я думаю Что это Из тех кого я знаю Это лучший доктор Поэтому я поехал Попросился к нему Он мне разрешил приехать И я приехал И теперь вот Пришел в храм Вот Учусь молиться Учусь Занятием Библии Там Вот этих всех Ролики снимаем Там помогу Ну Пытаюсь тоже Если кому-то Что-то там Вот Ну Игнатий Тихонович Разрешит Там по электрике Могу помочь По сантехнике Вот Ну А у тебя Мирная профессия Какая? Ну Электрика Профессия Ой Электрика Сантехника Понятно Понятно А Один или как Семья Дети Да У меня семья Трое детей Три дочери У меня Приехал я на один месяц А То есть Временно Да Ну у меня семья Я просто Сейчас хочу Морально выздороветь Скажем так Духовно выздороветь Правильно Морально Вот Понятно Спасибо Добавлю к этому Вот мы идем Бывает что-то лишнее А в рай Узкие ворота Написано И вот Василий Когда он сейчас Ехал из Германии Расскажи Где тебя остановили Пришлось вещи Выбросить Ни за что Через границу Обратно домой Не пускали Там в Германии Есть такие услуги Не услуги Как этот Интернет сервис Там все пишут Отдают вещи Ненужные Там я набрал Ну я гнал Такой Грузовичок Небольшой Меня попросили С фирмы Перегнать Из Германии В Киргизию И там Посмотрели Сестра у меня Там живет В Германии Она посмотрела По немецки Понимает Поехали Там диван взяли Там Какие там матрасы Все новые вещи Люди отдают Там стульчики Там какие-то Еще что-то Вот А когда я приехал Из Литвы Выехал Приехал в Беларусь Там Ну у них Закон оказывается Такой Мне говорили То есть То нет Ну я как бы Поехал на свой страх И риск Я знал Что если что Я отдам Это и все Раз нельзя Ну если можно Можно Но там дело в том Что меня заставили Не просто заставили Выкинуть А Такие я бы сказал Немножко Как немножко Нелюди Что ли они Они У них даже На бейджиках Нету Имен А есть просто Сотрудник номер Там 14-245 Обезличенный Обезличенный Да Я говорю Хорошо Я согласен Если нельзя Ну они говорят Там вот Нельзя Не положено Там 50 килограмм Я говорю Я согласен Все Ну куда мне Вот это выкинуть Нет Они просто Меня берут И говорят Все Мы вас не пускаем В Белоруссию Вас не пускаем Да И разворачивают То бишь там Конвой Все Вот так На выезд Но при этом У меня виза Закрытая уже Ну европейская виза Шенген У меня закрытая Я не могу туда заехать То бишь Они меня выпинывают И никаких Ну как-то Ну как-то же должно быть Я так понимаю Все равно Не яден Ну и я Ну что К литовцам Они говорят Ну нельзя Все Я говорю Ребят Ну что мне делать Ну и надо сказать Должное Что литовцы Оказались более Человечные Чем наши братья Славяне Ну и те Наверное Тоже славяне Чем белорусы Чем белорусы Эти же роднее Нам как бы Ну Как бы Но дело в том Что Причем я там Подходил К начальнику Таможни Вот такой Я вас не задерживаю Все разворачивайтесь Все ничего Ну вот так Я говорю Я вас прошу Пожалуйста Ну там Ничего Вот вообще И эти Как-то там Что-то там На свой страх и риск Эти пограничники Говорят Сейчас мы тут Камеру отключим Там вот это все Вот документы Заберем На 10 минут Там чтоб Вот до 200 метров Проехать Чтоб я смог Эти вещи Выкинуть Оставить там Да То бишь Я там написал записки Отдаю вас Славу Божию Думаю Что литовцы Там благодарны были Распорядер Все эти быстро Вещи выгрузил Они меня пропустили Ну а потом Уже белорусы Меня с этим Пропустили Что у меня Пустая машина Интересно Повышняком Прошел Да Такая история Была Интересно Понятно Понятно почему Американцы Так Еще Вот у меня такая мысль Коротко я скажу Там Ну может быть Минутка две То есть вот Брат сказал Тут научиться Молиться И прочее И прочее Про молитву Я лично Свои мысли говорю Не просто Мне А свои мысли Вот У нас в храме К примеру Я на живом примере Читайте Господи помилуй Брат правильно Вел Читается С чувством С толком С расстановкой То есть Как говорили Что Господи помилуй И можно успеть Вспомнить Там О чем-то И добавить свое Успеть Вот в эти там Сколько-то секунд Добавить свои слова Свои мысли Какие-то О чем-то Господу Исповедаться То есть Молитва Это есть Мы с ним стоим И разговариваем Вот и все А потом думаю А читаем другие молитвы Господи помилуй Как по пословице Есть такая пословица О скорости В ней говорится так Я запомнил На всю Врезалась Она русская Народная Помилуй меня Боже И возложат На алтарь Твой тельцы Все Вот это Пословица Как хотите А потом я вспомнил А ведь это не зря Так сказано Что Если ты меня помилуешь Я тебе и положу Вы понимаете Я вот так вот Для себя Так вот Вот это вот Господи помилуй Там 12 раз Или там 24 Или 40 раз Ну с чувством Столком С расстановкой 40 раз Конечно надолго А вот эти молитвы Как бы Ну это молитвенное Обращение К Богу Хотя бы Говорят что это костяк Ну там какой то Как образец А потом свое Но когда читают К примеру Господи помилуй Ну и там Слова эти То есть Если я что то Начинаю вспоминать За что он меня должен Помиловать Господи Ему ну что то Я должен сказать Я теряю связь С этой молитвой Вот с этими словами Начинаю слушать Эту молитву У меня Я могу Я не Сложно собрать Свои мысли Чтобы успеть Что то свое Добавить Вот в чем дело Я о чем говорю Скорость Больше чем У минигана Там Семь тысяч выстрелов В секунду Допустим Он стреляет В минуту Он стреляет Вот шилка Семь тысяч выстрелов В минуту Это все Веер огонь Вы понимаете Быстро выстрелили И все То ли это ради скорости Конечно У старообрядцев Может быть По длинней Может быть Менее понятно Ну вот Я лично для себя усвоил Что Вот как вот Не то что в осуждение А для вразумления Ну вот Мне лично говорит Священник Потому что он там Я стою на службе Он же и лично Ко мне обращается Что надо уметь Молиться Там и прочее Да я не успеваю По ветхому завету Читается ветхий завет Не успеваю Псалтирь читает Я не успеваю Успевает Как говорится Если там минуту Или две Три молился Это хорошо За службу Батюшка я помню Говорит Может пять минут Он говорит Это не важно Да кого там пять минут Может быть минут Это нету Если в общей сложности Сложить То я родился мертвым Как по той Мирской Поговорке Вот и все Жил ли человек счастлив Один там Два дня жил Другой А я родился мертвым Я не был за жизнь Счастливым Вот так и здесь У меня бывает Что я не успеваю А мне это обидно Вы понимаете Потому что я пришел Допустим Вот эти полтора часа Здесь Получается что я был Не просто Там стоял Там молился Там вот как Христос Там пот тек Там Какой пот Замерзнуть Даже успеваешь Тут вот чем дело У меня просто Это мысль Мысли я свои говорю Кто-то может что-то Другое вспомнить Там в следующий раз Скажет Или что-то Ну как вот это все Связать вот это Или для чего Тогда вот эти полтора часа Даны когда из пулемета Шпарят Что я не успеваю Свою мысль А если я по-своему Я теряю связь Со службой С церковной И я остаюсь Как бы вот между Молотом и наковальней Вы понимаете Вот это мои мысли У меня все Спасибо Христос Что вы слушали Не засклик Мои немощи У вас какое предложение У меня Я свои мысли сказал У вас могут быть свои Вы подумайте неделю Потом скажете свое Не то что Медленнее читать То есть у меня то в чем Что Ну я не могу схватить Вот я иду на респоведь Я жду не к батюшке Батюшка это свидетель Я исповедуюсь Богу Господи Прости меня за это-то Священник стоит и слушает Все А я тебе скажу Батюшка Вот ты меня прости Да батюшка может Он у меня сроду Зла не держит А может быть Как говорит Златоустый Священник может быть Более не достоин Чем Который исповедуется Ну на нем сам На нем благодать Божия И он ее раздает Может людям преподать Вот в чем дело Пожалуйста Хотел обратиться к брату Ну и вообще ко всем Я так понимаю Понимаешь Молитвы Вот там У нас псалмы Какие там еще молитвы Там несколько цирконославянских Маленьких То есть я понимаю Ты про псалмы Наверное говоришь Ну то есть Ну я так предполагаю Потому что большая часть Если мы будем сейчас Подсчитывать Какие молитвы Ну там Господи помилуй Слава тебе Божия Ну и псалмы Самое большое Занимают псалмы Они читаются на русском языке Написал их Будучи Сначала маленьким Юношей Пастушком Потом побольше был Это Давид Он там видишь Его перечислять надо Он царь Он сначала Псалмопевец Потом пророк И потом царь Если последовательно Он же не был сначала Маленьким царем Он Кто он был Пастушок Кто псалмы Составлял А потом прислушались к нему Как Игнатий Тихонович Этому дал Заучить там Псалому Потом говорит Ну теперь добавь Кратко расскажи Кто там Я этот был Какой-то Ну Порыватель второй группы Космонавтов Лозин И он не смон Он говорит Так подожди Так тут уже все Тут уже смонтировано Там нечего всунуть уже Это как раз и есть То что ты мне сказал сделать Один псалом такой То есть поэтому Конечно Там Такое Созерцание Что нам Вот как брат говорит Я не успел Там Каждую строчку Так как ухватить Я не понимаю Ты бери тогда Какой-то один поток Который тебя касается И будь пророком Для себя хотя бы Начни А так Представь себе Давидом стать Чтобы все это понять Тут Игнатий Тихонович Он не пророк Будем говорить Написал стихотворение А ну-ка попробуй Его там возьми За раз Это стихотворение А он сидит И потихоньку Улыбается На почитай сразу Сходу допустим И сходу еще ни один При мне не прочитал Чтобы не споткнуться Там пять раз хотя бы Наверное я лучше всех прочел Ну потому что я рядом с ним И его мысли Они всегда Ну как бы на кончике языка у него И он пером это выводит То есть с этим мы соприкасались Потому что Это его жизнь Вот здесь Ну иногда там такое И я до сих пор не могу понять Игнатий Тихонович дал мне Книгу стихов подарил И написал Хочу чтобы ты был Интерпретатором моих стихов Дай бог Чтобы ты стал И подписался И я думаю Ну как смогу или нет Ну ранние там стихи еще И то у Игнатий Тихоновича А сегодняшние Как он говорит Это не стихи Ну натурально это не стихи Ну они в стихотворной форме Но это проповедь Которая Путину посвящена Там допустим Патриарху посвящена Мне Там еще кому-то То есть у него отдельно Каким-то людям Все это посвящается Ну а на самом деле Конечно каждому из нас Просто это для того Чтобы спасти душу Поэтому Я не только к брату Обращаюсь А ко всем другим Если у кого-то Не получается молиться Нужно по силам молиться Не брать Многого Не хватать Сразу Ну а то что мы там читаем Об этом уже говорили Церковно-славянский Все равно никто ничего не поймет Как ты его раздельно там Там все равно Там все равно не усрящешь Не поймешь Короче говоря По русски я тебе говорю Ну а молитвы Псалмы Читать медленнее Ну меня простите Если я быстро читаю Я читаю Как у меня Господь положил на сердце Еще медленнее там Под кого-то подстраиваться У меня и батюшка Со мной воевал У меня вот Игнатий Тихонович Есть лакмусовая бумажка Он сказал Если меня будут хоронить Он дыгунов пускай читает Я буду на этом Так сказать Пока стоять Брат извини Не в оправдании себе А просто говорю Почему я это сказал Что вот иногда Там Тут батюшка говорил Или любой другой Из братьев говорит Что там Помолиться надо И у нас Здесь Звучал такой вопрос А как молиться Вот чтобы не было Этого вопроса Надо Ну вот Вот как мы разговариваем Точно так же и молиться А это вы понимаете Вот Привыкает человек Да Ну утреннее правило Вечернее правило Все Только по нему Раз вышпарил Там сколько там Там 25 минут занимает Все Ничего больше нет Остальное все раз Захлопнул Ну там Евангелие почитал Закрыл И все Своих мыслей Вообще не возникло Ну бывает У меня бывает такое Я не скрываю Что у меня бывает такое Вроде как Оторабанил Как мантры Прокрутил этот барабан И все Молитвослов Или там Что-то на память Я вот о чем говорю И Может у кого-то Больше опыта Конечно Помилуй меня Боже Например Ну Длинная молитва А для чего Тогда ее читать Да ну что Наоборот 21 всего 21 всего Я не говорю Что ее не надо читать Я вообще говорю Как мне связать Свою голову С той молитвой Я могу конечно Ее читать Там Она как фон А я Витаю В облаках Там И возложат На алтарь Тельцы И я воображаю Да мне нельзя О другом думать Вообще Мысли у меня Не должно быть О мире Ну как я могу Там безмерно А ведь я работал А ведь я с тем человеком Разговаривал А ведь я ему Ничего не сказал А у меня образ Того человека А мне нельзя О нем думать Мне святые отцы Запрещают О другом думать Чем написано В Библии Или в молитвословии И у меня Дилемма такая Ну Ну как У меня вот такие Я простой такой Я так Я хочу сказать Вот У нас здесь Это читается Ну сейчас уже Многие молятся Это В первые дни поста Идет тут чтение У нас Великого канона И вот Я взял Это Скелет Этого канона Посмотрел туда Смотрю А он один и тот же Навсегда Он вмонтирован А так как мы здесь Сами по себе Я думаю Ну что мы все Одни и те же Все время Псалмы читаем И я взял Себе за правило Каждый раз Ну там уж Забудется все Но все равно Я беру Другие псалмы И думаю Будем читать Вот этот псалм Этот Никакие там Занаряженные Обыкновенные Там 50-90 Думаю Да сколько читать Ну эти тоже Я вкладываю туда Там Иной раз 50-90 Ну там Каждый день Что-то А там они По нескольку Раз встречаются Вот Несколько псалмов И такие Такие Пускай Звучит в храме Все псалмы Почему у нас Только Тут правильно Я понял 50-е и 90-е Ну да Это Великие события У Давида Прошли Мы их знаем Это понятно Но И другие Не менее важные Были А песни Восхождения И написано И запели И пошли И что они пели Этих самых 19 песней После 118-го псалма Идут песни Восхождения Да Ну то есть К чему восхождение Опять же Тут ясно Что душа должна Подниматься к Господу И когда поешь Эти песнопения Такое песня Как будто там Одни христиане жили И думаешь Зачем Зачем тогда Христ Это Иоанну Крестителю Надо приходить Христу умирать Когда тут В песнях Все понятно Радостное Воззвание к Господу Как будто все Оказывается Нет Это касается Души Только одного Пастушка Давида Которому Господь это раскрыл И то что ты Сейчас раскрываешь Это у каждого Мне кажется Должно быть Ну может у кого там Мысли Я просто У меня такие же Головами пустая была Ну Ну чтобы Допустим Зациклиться на животе Мне бы можно было Зациклиться Но мне зачем Ну да Есть живот Ну и что Теперь я буду Про свой живот думать Что ли Это о жизни Вечно идет разговор Когда надо О животе подумаем Ну а тут то что И батюшка сказал Ну можете вот Живот этот Читать жизнь И мы читаем жизнь А Виктор Андреевич У него живота нет Вообще никакого И он внутрь даже Вросший Еще видать позвоночник И он спокойно Читает живот Он о животе Может подумать Ну понял Спасибо Спасибо Молимся Коротко Я злободневно Что время короткое И скоро лето Игнать Тихонович Голл Три новых дома И понимаете Ничего нет для детей Кто что может Там шторм Если что-то Приносить То только хорошее Понятно Неплохое Бытовую технику Чтобы не в старом состоянии Туда нужно Надо быть все От плит Стирали 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 Блендеры Миксеры Что там Хорошее Или деньги Надо собирать Потихонечку К лагерю Готовиться Утварь Какую-то Это надо Быть очень много Узнать Чего не хватает И приносить Или собирать Деньги Нам надо Готовиться К лагерю Спасибо Может Спонсоры Услышат Нас Достойно Есть Якова Истину Блажите Тя Богородицу Пристом Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И Славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Иноплеменников От внутренних Расприй От беззакония Которое Втайне Останови Делающие Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Так же Просвети И Защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должна Пусть Покаются В небрежении Своем И проповедуют Смело И Тебя За суды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Братья Сестры У меня Есть такое Предложение У нас Уже Крам Сет Котолок Как По черному Ване Вот Сейчас Будут Каникулы Рождественные Летом У нас Некому Работать А вот Сейчас Будут Каникулы Пойдете Отдыхать Ну Давайте Соберемся Как Сделать Зима Все Зимой Не Молодежь Все Выходите Все Выходите Лена Давай Хватит Дома Все Котыл Устроили А тут Там Бед Лена Замыла Уже Сказали Хватит Летом Давайте Нет Еще Надо Продолжать Ну Как Старухи Как Старухи